Я обещал держать вас в курсе и сразу же рассказывать, если на канале по истории, на моём канале по истории, что-то изменится. Ну так вот, изменилось наконец. Если кто-то вообще не в курсе, о чём речь, то я сейчас поясню. Долгое время мой канал на Яндекс.Дзене по истории приносил мне хорошие, в принципе, деньги. А потом бах, всё обвалилось, всё упало на самое днище, и пришлось мне, так сказать, писать в холостую долгое время на этом канале. Если интересно поподробнее, я в подсказках ролик прикреплю, а там я всё рассказываю. Но я тогда ещё заявил, что буду продолжать писать, и мне будет интересно, можно ли спасти канал и вывести его на какие-то нормальные показатели. Потому что долгое время больше 5000 посетителей у меня на этом канале после указанных событий не получалось поднять. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Итак, как я уже сказал, ситуация изменилась. До этого всё было ровненько, то есть где-то 5000 посетителей в сутки стабильно, чуть больше, чуть меньше, 6-4, но ничего не менялось. Такой, скажем, ровный-ровный штиль. Ну вот, я вам его покажу. Вот у нас в воскресенье 3-986, и вот так вот и шло. 5-269, 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч, 5 тысяч, вот здесь было 6-369, но примерно одинаково. Вот 5-5-5-5-5-5, 6-4. Вот здесь вот в понедельник где-то до 7, почти до 8, и потом всю неделю опять вниз снижалось. И где-то вот ситуация изменилась у нас в пятницу. В пятницу было 5000 посетителей на этом канале, и потом резко выросло на субботу. Это у нас 12 тысяч в субботу, и на следующий день вот у нас выросло до 14 тысяч. Я уж обрадовался, думал, что вот, наконец-то что-то поменялось, но потом вниз опять всё скатилось до 12 тысяч. Восьми, я думаю, ну опять будет падение до 5 тысяч, но, к счастью, нет. В четверг 10 тысяч, в пятницу 12 тысяч, и вот опять выходные выстрелили. В выходные 22 тысячи суббота, в воскресенье 30 тысяч 459, и вот сегодня, сегодня день ещё не прошёл, 16 тысяч 918. Но сейчас только 3 часа дня, и я думаю, ещё посетителей будет достаточно сегодня. Не знаю, дойдёт ли вот до 30 тысяч, но мне кажется, до 25 должно сегодня дойти. Всем, наверное, интересно, что же я делал на своём канале такого, чтобы выровнять, наконец, показатели. Потому что, когда я выпустил тот первый ролик, многие мне написали, что ситуация аналогичная, примерно то же самое. И она тоже у многих не менялась, и канал очень сильно просел. Но тут, собственно, никакого секрета нет, потому что я ровным счётом почти ничего и не делал, даже меньше стал делать. То есть у меня раньше выходили на этом канале статьи каждый день, когда у меня упал очень сильно доход, то статьи стали выходить иногда через день. В выходные я также продолжал и не писать. Ну то есть не то, что совсем не писать, у меня же три канала. На канал про фильмы я вообще почти не писал, там одна статья в две недели. На канал по истории где-то 3-4, может быть, статьи в неделю. И на канал, который личный блог, я стал писать каждый день, то есть суббота-воскресенье, иногда ещё и видео добавлять в день. Но мне это казалось хорошей идеей, потому что я решил, раз канал по истории не очень нравится Дзену, а на личном блоге, в принципе, неплохо платят, то буду развивать личный блог, и у меня вырастут показатели. Но, как оказалось, не тут-то было. Вот статистика канала, который личный блог. Вот показатели, которыми я хвалился, то есть 67 тысяч посетителей в сутки. Но если дальше идти падение, 24, ну, в принципе, тоже неплохие показания. Вот они были до понедельника, где-то до 30-го, 11-го. 39 тысяч посетителей, а потом начали опять падать. Вот они снижаются, 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 снижаются. И вот сейчас на канале по истории, в принципе, там за 20 вышли показатели, а здесь даже до 10 теперь не доходит, то есть 8176. И вот сегодняшний день, ну, надеюсь, он выровняется 5114. То есть, что я хочу сказать. Как только на канале по истории случился рост, вот рост, то на канале, который личный блог, случилось падение. Падение, совпадение. Или не совпадение. Если кто не знает, есть такая теория на Яндекс.Зене, что даже несмотря на то, что у одного автора может быть очень много каналов, ему все равно выделяют определенное число посетителей, дочитываний, скажем так. Ну, то есть, определенный трафик. И, скажем, вот выделили тебе 50 тысяч, а у тебя 5 каналов. И там распределяется вот эти вот 50 тысяч. Скажем, на каждый канал по 10 тысяч. Либо какой-то канал, если резко вырывается вперед, то остальные проседают. На один там ушло 40 тысяч вот этих вот посетителей. На остальные каналы делятся по 10 тысяч. Я не знаю, правдива эта теория или неправдива эта теория. Но у меня очень часто бывает, что вот так вот совпадает. На одном канале, скажем так, резкое падение, значит на другом канале рост. На одном канале рост, значит на другом падение какое-то. И, в принципе, доход примерно одинаковый в месяц у меня и получается. Доход на канале получается сейчас где-то 466 рублей. 466 рублей это вот где-то за 12 декабря. То есть, за 22 тысячи посетителей. Деньги у нас, как мы знаем, приходят за позавчера. Но вот эти 280 рублей, пусть вас не смущают, я их просто вчера ночью вывожу. За 13 здесь нет вывода. Если я сейчас эти 466 выведу, то появится то же, что 14 числа я их вывел. Давайте даже покажу. Короче, вот 14 декабря это у нас за 12 число. 466 рублей. Если у нас было где-то 22 тысячи посетителей, значит это где-то 20 рублей за тысячу посетителей. Получается, за 30 должно прийти где-то 600 рублей, ну если я не ошибаюсь. Но да, я знаю, что так делить неправильно и вообще так нельзя делать, потому что реклама разной стоимости, потому что реклама может быть дороже, дешевле кто-то переходит, где-то платят за клики, где-то за показы. В общем, ну я приблизительно назвал цифры. Да и дело вообще не в этом, а в том, что канал начал наконец набирать обороты, скажем так. Как я уже сказал специально, для этого я ничего не делал, то есть оно само как-то так получилось. Даже меньше на этот канал стал писать статей. Тут у меня есть одно предположение, не связанное с тем, что на одном канале у меня проседание, на другом сразу рост. Мне кажется, это просто тупо совпадение. Может и не совпадение, но не так сильно это завязано между собой. То, что некоторое время был вот этот вот штиль, когда некоторое время ничего не вырывалось вперед. Мне кажется, это какие-то технические у них работы просто шли, и канал заново собирал опять же аудиторию. Потому что это все очень странно, что канал начал расти, а писать он у него стал меньше. Но наконец-то, видимо, технические работы у них закончились, и все стало по-старому. А вот как только стало все по-старому, здесь решающее значение стало играть не сам канал, не количество подписчиков, а то, примерно, какой успех имеют сами статьи. То есть Дзен, на мой взгляд, это такая лотерея. Написал хорошую статью, у тебя появились хорошие показатели. Написал плохую статью, у тебя все падает. Поэтому, когда кто-то пишет, спрашивает, что с моим каналом, то стоит, вероятно, задать встречный вопрос. А что с твоими статьями? То есть были ли за последнее время какие-то успешные статьи? Были ли статьи или сейчас есть, которые сейчас хорошо очень крутятся, у которых высокий CTR, у которых высокоповеденческие факторы? То есть система Дзена работает примерно так же, как и раньше. Примерно так же, как с выходом на монетизацию. То есть на Дзене не нужно писать 150 статей в одну неделю, чтобы выйти на монетизацию. Нужна всего одна успешная. То есть одну успешную написал, она выстрелила, и ты сможешь с нее выйти на монетизацию. Также и тут, как бы, если трафик сильно просил, тебе просто нужна очень хорошая, успешная статья, за счет которой там наберется большое число дочитываний. Как только такая статья появляется, трафик выходит вверх. Поэтому я и говорю, что Дзен — это такая лотерея. Лотерея, в которой не работает вот это все «пишите лучше», «пишите больше». Тут нужен успешный заголовок, который привлечет читателей, которые начнут кликать, которые начнут комментировать, лайкать, дизлайкать, делиться своим мнением в этих комментариях, ругаться между собой в этих комментариях, пересылать эту статью своим друзьям, дочитывать эту статью до конца. И тогда статья, возможно, будет крутиться, но чтобы это произошло, нужно, чтобы совпало множество факторов. То есть звезды должны так сложиться, чтобы в этот день не было большого числа конкурентов у этой статьи. Чтобы в этот день как-то алгоритм ее начал крутить и показывать именно той аудитории, которая в ней заинтересована. Потому что если статью по истории покажут бьюти-блогершам, то вряд ли они будут ее читать. Ну и чтобы было совсем понятно, за счет чего опять начал расти канал по истории, давайте перейдем в его статистику и посмотрим. То есть, как я говорил, за счет некоторых статей, как только у вас появляются успешные статьи, канал опять начинает расти. Ну и за последнее время тут аж три успешных статьи, то есть вот с CTR 15.2, с CTR 16.1, с CTR 17.7. Это вот сегодняшняя статья с CTR 17.7. Тут, конечно, была статья с CTR 10.5, что тоже, в принципе, неплохо, но почему-то она вот нормально не стала крутиться. Хотя тут вот 2103 дочитывания. Вот у нас колонка отдельное дочитывание. Смотрим. На сегодняшняя понятно, она еще просто не успела нормально открутиться, хотя уже за сегодня 3186 дочитываний. Статья за 4 декабря у нее 52 тысячи дочитываний. Статья за 9 декабря у нее 51 тысяча дочитываний. По какому принципу он выбирает, какие статьи крутить, какие нет, я не очень понял, потому что вот здесь вот 87 карты дочитываний, 87%, а здесь 88. Но это почему-то он не крутил, хотя здесь, в принципе, и лайки есть, и подписки есть, и комментарии есть, опять же. Но вот CTR ниже, и все, и статья уже не крутится. Так что, как я уже сказал, заголовки как играли решающую роль, так и продолжают играть. Здесь, кстати, появился довольно новый параметр, реакция общая и реакция подписчиков. Реакция общая подписчиков, реакция пользователей на ваш материал. Чем больше линии стремится к красному, тем меньше людей увидят публикацию в ленте. То есть, вроде бы должен быть очень полезный параметр, но тут вот не указано, какая из линий больше имеет значение, подписчиков или общая. Ну, я думаю, в ленте это общее больше имеет значение. У меня здесь вот 54%. И почему-то не во всех статьях есть эта линия. То есть, вот эти вот, видимо, то ли еще не рассчитали. Хотя очень странно, что еще не рассчитали, потому что здесь уже 52 562. Обе полоски серые, и написано «недостаточно данных». Как у них недостаточно данных, я не понимаю. Довольно много крутилась статья. Посчитал он только для одной, как бы, 55%, и то вот здесь внизу тоже недостаточно данных. Зачем вводить в статистику новый параметр, который не работает, мне пока непонятно. Но если бы здесь есть 86%, значит, где-то он уже подсчитал. Давайте прокрутим, посмотрим. Ну нет, вообще непонятно, откуда он взял вот эти 86%. Кстати, у новой статьи довольно неплохая карта дочитывания, 94%, плюс CTR 17%. Может быть, она, кстати, и хорошо выйдет у нас. Я имею в виду, вытащит канал на старые показатели. Я очень на это надеюсь. И все это подтверждает то, что я уже говорил ранее. Ну, то есть, не так важно, какой у вас канал, сколько он существует, сколько у него там подписчиков. Гораздо важнее, какие у вас статей, как на них реагируют люди, и как на них реагирует, опять же, поддержка. Если вы пишете желтуху какую-то, прям сильно желтуху, то, скорее всего, несмотря на ваш весь CTR, вас забанят рано или поздно. Но тут, опять же, глупо отрицать плюс старых каналов, которые давно существуют, что к ним немножко лояльнее относятся. Если у вас есть какая-то репутация, вот в репутации, в принципе, и плюс больших старых каналов. Что их не сразу банят, им дают какой-то второй шанс исправиться. Но лучше все-таки быть аккуратным, не нарушать правила Яндекс.Дзена. А к Яндекс.Дзену мне хочется, пользуясь случаем, все-таки обратиться и сказать. Блин, сделайте уже пункт в редакторе, который указывает, в каких статьях есть нарушения, чтобы можно было их исправить. А не прячьте эти статьи. Я не могу понять, не знаю, где у меня какие статьи забанены. И есть ли вообще такие статьи. Ну а так, в принципе, из того, что я сейчас вижу, я могу сказать, что канал можно вывести опять на какие-то солидные показатели. В Дзене все довольно волнообразно. То падение, то взлет, то падение, то взлет. Ну, надеюсь, у моего канала будет все хорошо. Надеюсь, и у ваших все будет хорошо. Но поскольку Яндекс.Дзен, как я сказал, в отреи, то мой канал все еще может просесть, вырасти, 10 раз все измениться. Так что в следующих выпусках на своем канале я, в принципе, расскажу и покажу, что дальше стало с этим каналом. Но я думаю, ситуация сильно кардинально не поменяется. Один будет расти, другой будет падать, все время будет все меняться. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. У меня на этом все. До новых встреч. Пока.